Сегодня в Цокчендугане Селингинского района проходит свой самый первый молебен – Дашанима Равне. Цокчендуган – это самое главное здание Загустайского дацана. Также сегодня пройдет обряд Женсрык – это очищение местности. Молебен продлился до позднего вечера. Открытие Цокчендугана для верующих имеет большое религиозное значение. Главный храм получается. Здесь все божества, все Будды, все хранители и дамы здесь собираются. Это получается Цок, это собрание, ну хорал получается, это большое собрание получается. У Загустайского дацана 200-летняя история, основан в далеком 1784 году. Это дацан шести булагатских родов. В 1930-е годы он был закрыт и затем полностью разрушен. Пять лет назад восстановили небольшое здание – Сахюсендуган. И вот сейчас, после восстановления главного храма, у жителей окрестных сел большая радость. Как было в те далекие годы, и сегодня так же она выглядит. Мы по проекту, первое, когда дацан был, по проекту построили. На сегодняшний день очень знаменательный, очень радостный день. Мы долго ждали и за пять лет построили Цокчендуган. Едва открывшись, новый храм сразу же стал местной достопримечательностью. Местные сельчане, туристы и паломники – все хотят здесь побывать. В следующем году Загустайский дацан примет соревнования Селингинского районного сурхарбана. И в дальнейшем, конечно, в связи с открытием, я так думаю, что еще больше народа будет приходить. И тут и молодожены, наверное, будут сюда приезжать. Дуган строили методом народной стройки. Активно помогало и правительство Бурятии. В общей сложности было выделено 6 миллионов рублей республиканской субсидии. Данный проект у нас для прихожан Загустайского дацана, он давно был в уме. То есть, возродить свой родной дацан. И вот в течение порядка последних 6-7 лет наши мечты сбиваются. Праздничные мероприятия в Цокчендугане Загустайского дацана в Селингинском районе продлились два дня. Завершились мероприятия соревнованиями сурхарбан. Это национальная борьба Бухабарилдан, конные скачки Мариурилдан. Разбивание костей и шагы на дом. Призовый фонд составил 500 тысяч рублей. С одном Ирденеев Данила Жарко и телекомпания АТВ Селингинский район.